Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем про оранжевое вино. Что это такое и как его сделать в домашних условиях. В сознании обычного обывателя, ну какие обычные ассоциации? То есть белое вино, оно белое по цвету, красное вино красное по цвету, розовое тоже розовое по цвету. И мы ожидаем, что оранжевое вино, это тоже будет, ну оно такое будет яркое. Но это на самом деле не всегда так. Оранжевое вино это вино из белого винограда, но приготовленное по красной технологии. Иногда его еще называют Skin Contact. То есть все точно так же, как мы делаем с красным виноградом, только с белым. И смотрите, что с цветом. Вот это оранжевое вино. Ну на самом деле, по цвету можно отнести к такой нормальной белой классике. То есть чуть-чуть желтенькое, чуть-чуть соломенное. Но на самом деле это оранжевое вино. Вам, кстати, камера темнее делает. А в реальности оно светлее. Ну вот попробуем на фоне белого листа. Ну почти, почти. И еще чуть-чуть светлее. Вот такого оно цвета. Как видите, совершенно не оранжевое. Хотя, конечно, все зависит от того, из какого винограда вы делали, сколько вы держали на мязге. Потому что чем дольше мы будем держать, тем цвет будет насыщен. Вот это, кстати, из столового винограда. Сорт Антони Великий. Я рассказывала несколько раз. Почему я решила, вообще это был эксперимент. Вот я хотела сделать уксус, а виноград очень сочный. В конце сезона его было. И я вот попробовала поставить. Потом мне на вкус, пока до уксуса, вино не понравилось. И я решила провести эксперимент, оставить его дальше, посмотреть, что из этого выйдет. Итого, прошел год. 3 октября прошлого года я как раз вставила вот это самое вино. Как видите, цвет светленький. Вкус очень свежий такой, приятный. Чем-то похоже на пиногриджио. Немножко есть в запахе. Сначала ассоциации, как вот, может быть, рассол огуречный. Как немножечко сыр с плесенью. Я еще в процессе, ну, наверное, моя ошибка была в этом году, я не буду так делать. Я добавила дубовую щепочку чуть-чуть. В послевкусии чувствуется дубовая щепочка чуть-чуть. В послевкусии чувствуется хлебная корочка. Такой хороший белый хлеб, поджаренный. Причем в момент развития, конкретно вот этого вина, эта хлебная корка была, что она ощущалась очень сильно. Просто вот вино, оно настолько сильно пахло и было во вкусе. Вот этот хлебушек, но потом со временем немножко все трансформировалось. И сейчас это такое очень легкое, очень свежее, приятное вино. Ну, уже больше года держать не буду. Последнюю бутылку. Вот распиваем. Если брать реформы, реформы в таком оранжевом варианте несколько похожи на шардонео. Хорошо, сложный, приятный, насыщенный аромат. Тоже он трансформируется в процессе выдержки из фруктовых нот более в такие цветочные. И по цвету в прошлом году реформ я осветляла. Я в одном из видео показывала, как он в итоге получился в оранжевой технологии. А в позапрошлом году он осветлился сам. То есть я никаких манипуляций не производила. И он был более насыщенный по цвету. То есть если осветлять, то ну вот оранжевое вино. Антони Великий, кстати, тоже я осветляла. То вот оно получается совершенно не оранжевое. А такое светленькое. Напомню, делаем все по красной технологии. Я сейчас не буду рассказывать саму технологию. Я вам оставлю ссылку на видео. Там сможете все посмотреть. В чем преимущество этой технологии перед классической технологией приготовления белых вин и вин по белому? Значит, нам не надо никаких приспособлений. Потому что когда мы делаем вино по белому способу, нам надо отжать сок. А для того, чтобы отжать сок, нам надо пресс. Если его нету, значит, ну как это сделать на каких-то морличках, тряпочках не очень хорошо. Раз. Второе. Ну, конечно, те, кто делает классический белый вин, они вам будут рассказывать, как они страшно окислятся. Обязательно надо добавлять серу. Без серы мы ничего не сделаем. Ну, опять же, да, зачем добавлять, если ты этот продукт пьешь сам? Это моя принципиальная позиция. Вы можете делать все, что хотите, все, что считаете нужным. Я считаю, что когда ты делаешь что-то для себя, мы так потребляем слишком много различных химических агентов, всех химических веществ, для того, чтобы еще досыпать вот это вот. Я лучше смирюсь с легким эффектом окисления, я лучше смирюсь с легким дефектом цвета, но я не хочу добавлять чего-то. То есть, вот есть вопрос, хотя я в этом году тоже ставила именно по белому способу вино, но я немножечко технологией поигралась, посмотрим, что из этого выйдет. Поигралась специально, понимая вот все эти нюансы. Дальше белое вино, поскольку мы его, значит, отжали сок, надо, чтобы сок отстоялся, в некоторых случаях его еще осветляют. Могут добавлять ферменты, чтобы оно осветлилось. Да, оно может быть красивое, прозрачное уже сусло буквально на второй день при помощи добавления всего-всего-всего. Но такие сусла, они потом могут очень плохо бродить. То есть, тоже дрожжам я как-то рассказывала, что в процессе брожения все-таки частично нужен кислород. И белое сусло, ну, у нас же окисление, как бы доступ к кислороду, им это плохо. Факторов роста для дрожжей тоже крайне мало. Почему часто, например, сбраживают белое вино в дубовых бочках? Что все-таки дозированный кислород поступает, и белому вину там может бродить легче. Факторы роста, да, определенная сложность тоже. Можно, конечно, добавлять. Сейчас в магазинах можно купить все, что угодно. Можно идти покупать подкормки, кто-то добавляет на шитерный спирт. Аммиак, честно, ну, не мое. Мне проще. Я вот сделаю по красному типу, получу оранжевое вино, но не буду заниматься вот этими всеми добавлениями химических агентов и всего остального. То есть я считаю это лишним, но, повторюсь, каждый волен делать так, как он считает нужным. Да, по вкусу эти вина, конечно же, будут отличаться. Белые вина в классической технологии, они будут более тонкие, как бы более фруктовые такие. Если мы делаем их по красному типу, они будут более насыщенные по цвету, хотя я уже показала вам, да, что с цветом. Они могут быть более насыщенные по аромату, причем по, ну, как бы более такому тяжелому аромату. То есть не легкие фруктовые нотки, а нечто другое. Ну, вот с двух сортов я делала, никаких вопросов не имею. Мне и то, и другое вино очень нравится. Причем, например, если реформ его хорошо какой-то там, может быть, более даже жирной, насыщенной пищей, то вот Антоний Великий даже просто летом в жару такой приятный легкий напиток. Свежий, хрустящий, очень даже хорош. Дальше у белых вин еще могут быть проблемы со светлением, но это у всех светлых сусел за счет того, что тонинов меньше, а тонины не способствуют осаждению. Я когда-то это рассказывала, то есть такие вина сложнее осветляются. Ну, вот в прошлом году я светлым суслом даже по такому оранжевому типу я помогла. В позапрошлом году, в позапозапрошлом у меня реформ осветлялся самостоятельно, абсолютно хорошо осветлился. Единственное, когда мы работаем с такими светлыми суслами, я вам несколько раз говорила, что когда заканчивается брожение, первую перерывку можно сделать открытым способом, то есть просто через горло. Тогда еще бывает немножко возобновляет соображение, как бы это хорошо, так вот со светлыми суслами так делать не надо. Два раза я уже на этом обожглась, очень сильно поднимается муть, и она потом очень плохо седает, очень долго и надо помогать. Поэтому там уже только-только через трубочку снимаем, и тогда все прекрасно осветляется. Если мы говорим об винах оранжевого типа, если говорить о белых классических винах, в литературе читала, что осветляются, они тяжело, причем первое время может даже оклейка не помочь, они не берут клей, им тоже надо время. Но посмотрим, что у меня получится, насколько мое белое сусло в этом году будет хорошо осветляться. То есть, как видите, у классической белой технологии для реализации в домашних условиях есть определенные подводные камни, есть определенные неудобства. И тут как раз-таки, если мы любим светлые вина, если мы любим белые вина, ну, честно вам скажу, что человек, который не особо разбирается в винах, не сильно и поймет, белое это вино по классической белой технологии, либо оранжевое по красной, ну, честно. Поэтому мы можем смело делать белые сорта винограда по красному типу, не боясь окислений, не боясь чего-то, все прекрасно получается. Даже вот смотрите, ну, опять же, вам немножко по-другому видно, темнее, к тому же я чуть-чуть сболтала, это закваска на светлых сортах, на прибалтах. Так вот, вот этот средний слой, где жидкость, ну, понятно, здесь большой осадок, здесь еще плавают шкурки, оно так стоит, я вам скажу, 12 дней уже. И вот этот средний слой, он не коричневый, он такой слегка зеленоватый. Да, немножко мутноватый, но не сказать, чтобы очень сильно. К вопросу у всех вот этих вот окислениях и других страшных штуках. В этом году я как раз-таки ставила прибалтов, немножко разделила, поставила белое по красному способу. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Высокоароматные сорта сохранят свой аромат и, в общем-то, дадут в итоге приятное вино. То есть, повторюсь, оранжевые вина в домашнем исполнении, они гораздо-гораздо проще и легче. Ну, а с руками выдержки на мизге вы можете сделать то вино, которое вам больше нравится. То есть, если вы будете держать больше, оно будет такое более серьезное, с более сильным ароматом. Если поддержите буквально сутки-два, оно будет более легкое, более такое элегантное. То есть, тут вы можете с этим всем экспериментировать. И повторюсь, сама технология оранжевых вина полностью повторяет красную. Сколько держать на мизге, вы решаете сами в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Никаких брожений мы не останавливаем. Закончилось спиртовое, начинается яблочно-молочное. Все идет, как идет. Потом выпадает винный камень. То есть, всю-всю эту технологию повторяем. Если надо, вдруг, очень, то можно осветить в дальнейшем сутки. Потому что бывает, что при неудачных переливках, еще при чем-то, может быть очень такое коричневое. Но желатин прекрасно от всего спасает. И можно получить вот такое красивое, блестящее вино по цвету. Ну, показала вам, что на самом деле не все может окисляться, не все так страшно. И вкусное, приятное вино вполне можно получить. Но ваши гости, если вы мне скажете, они особо не поймут белое это, либо оранжевое. И в завершение еще что хочется сказать, что на самом деле оранжевые вина сегодня набирают свою популярность. О них говорят семерия, они говорят рестораторы. О них мы читаем в статьях в журналах. О них мы встречаем упоминания в книгах. То есть, ну, сегодня тема на самом деле очень популярна. А мы, как домашние видноделы, вообще делать для себя, мы не подвержены никаким модным критериям, модным движениям. Мы вообще можем делать то, что мы хотим и то, что нам нравится. Так что пробуйте. Технология легкая. Я уверена, что у вас все получится. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Как всегда, под видео полезная информация. Ссылка на другие ролики, которые вам смогут помочь. Ролик по технологии, в том числе. Мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!